Приветствую вас. Смотрите, давайте разберём ваш вопрос. Как поняли разницу между боязнью отношений и тем, что это просто не тот человек? Вот ощущение, что это не тот человек, оно уверенное, оно чёткое, оно ясно, оно не конфликтное, оно не противоречивое, оно достаточно понятно. Что значит не тот человек? Ну, не тот человек, это такое собирательное достаточно понятие, да, это такой вот собирательный термин, термин можно так вот выразиться, вот. Это собирательный термин, который, ну, наверное, означает, что человек различается с вами, между, между ним и вами, вот, эм, настолько много различий по, эм, каким-то таким ключевым моментам, что вы не готовы эти различия принять. И вы всегда это чувствуете, вы всегда это понимаете, и вы делаете выбор. Это вот понимание, что не тот человек. А страх перед отношениями, это всё то, что вы описали. Это сомнения, это опасения и так далее. А страх отношений, э, также становятся сильнее, когда есть вот тот самый образ идеального партнёра, о котором вы говорите. Это тоже проблема. То есть идеальный партнёр. Что такое идеальный партнёр? Что из себя представляет идеальный партнёр? Идеальный партнёр, по сути, это ваше желание. Это то, чего вы хотите. Вот спокойнее, надёжнее, то, что вы описываете. Это ваше желание. Это отражение ваших проблем. Человек не может выступать, ну, средством, способом решения проблем. Человек не может выступать. Да, вот только как бы, ну, чтобы вы понимали. Дальше. Так. Если есть чувства к мужчине, думая о нём постоянно, хочу быть реальным, но разу начинают ко всему придираться. Опять же, чувства к мужчине какие? Думая о нём постоянно, думаете в каком ключе? Чего вы хотите по отношению к нему? Хотите ли вы для него или для себя через него? Это разные вещи. Дальше. Разум начинает ко всему придираться. Ну, когда разум начинает ко всему придираться, то здесь можно говорить про страх отношений. Можно говорить даже не про страх отношений, как вы вот пишите, а страх близости, страх сближения, боясь боли. Это прошлый негативный, травматичный опыт, либо опыт семьи. Предаторство в семье, измены и так далее. Не так выглядит на фото, не так себя ведёт, не то говорит. Ну, опять же, это вот перекладывание на человека ответственность за свои желания здесь. Влюбилась в него с первым взглядом. Ну, понимаете, опять же, любовь с первым взглядом, она часто граничит с идеализацией. Просто идеализация. Любовь следует отличать от страсти. Любовь – это безусловное принятие человека. Это, образно говоря, заинтересованность в его развитии, в развитии его, ну, как бы, личностных и так далее. А просто обидцовывать – это нелюбовь. Дальше. Куча сомнений и мыслей, а вдруг это не мой человек в человеке. Ну, опять же, вашего человека не было, потому что человек, один человек не может принадлежать другому. Это у вас творит скорее чувство, такое собственничество и вместе с тем желание компенсировать вот что-то, что, ну, что вы считаете для себя утерянным. Поэтому здесь ваше восприятие человека и себя сводится к материалистичному, то есть к обесцениванию. Просто в голове у меня были представления об идеальном партнере, о том, что он должен быть спокойным, надежным, верным, порядочным. Ну, это вот всё про, это всё про ваши потребности, про ваши конфликты и страхи. То есть это перенос. А в любви у нас не в таком, ну, правильно, в самом же, как бы, любовь и интеллект – это немножко разные вещи. На словах он вроде порядочный, но вот точит мысли, если он отличается от моих представлений, вдруг он не такой, вдруг меня бросит и так далее. Ну, это страх быть брошенным, я родом из детства, страх быть брошенным, поэтому тут нужно детские, родительские отношения, ааа, как бы, исследовать и прорабатывать, потому что вы боитесь быть брошенным. Не могу понять, что интуиция мне подсказывает, что это не то, то ли это мои страхи, это ваши страхи. Помогите, пожалуйста, отличить одно от другого. Ну, я это сделал, я могу сказать только то, что интуиция, по сути, это их страх. То есть оснований для того, чтобы считать интуицией чем-то другим, нет. Так что, такой вот ответ я могу вам дать. Ну и смотрите, опять же, многое зависит от того, насколько вы вовлечены в отношения, то есть насколько вы в них погрузены. У меня, например, вот сложилось впечатление, что вы погрузены в них очень сильно. Ну, вот наношение, что у вас, как бы, ничего другого, да. Да, кроме отношений сейчас не волнует. А это большая проблема, если это так. Потому что это чрезмерная зависимость, нуждаемость. И если мужчина это чувствует, ну, если ваш мужчина это чувствует, то это может стать основанием для, как раз таки, его непорядочного, как вы говорите, поведения. Так что этот момент достаточно важен. А если вы чересчур нуждаетесь в отношениях, это чувствуется и, соответственно, к вам, как бы, специфичная обратная связь дает и идет направляться. Вот, это точно нужно учитывать, учитывать обязательно. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас. Продолжение следует... ...